На утро буду готовить кашу с тыквой, достала вот эту тыковку, сейчас ее разрежу и натру на крупной терке. Буду использовать половинку, она небольшая, но я думаю половинки будет достаточно. И здесь у меня крупа кукурузная, я ее хорошо промыла и залила чистой водой. Сейчас добавлю соль и поставлю вариться. Кукурузная каша, она хорошо разваривается, поэтому воды нужно брать в 3 раза больше, чем крупы. Тыкву же я буду добавлять на этапе, как закипит крупа. Уберу пенку, добавлю тыкву и буду варить уже до мягкости, так сказать, каши. И там буквально за 5 минут добавлю молоко, доведу его до кипения и каша будет готова. Также добавляю соль, сахар по вкусу и при подаче кусочек масла сливочного. Все, кукурузная каша с тыквой у меня готова. Сейчас накрываю крышкой и пусть настаивается полчасика, она станет погуще. Не стала добавлять всю половинку, добавила примерно, ну чуть больше вот такого вот кусочка. Думаю на кашу хватит. А то мальчишки ее не особо в кашу любят, так что, чтобы не отказались совсем, положила немного. Вот, это сейчас накрою пленочкой и уберу в холодильник. Что-нибудь потом с ней придумаем. Также замочила горох. Хочу сделать на обед суп-пюре гороховый. И вот столько еще осталось, где-то треть пачки. Еще на раз. Всем доброе утро, у нас сегодня суббота, 17 сентября. На завтрак у нас сегодня кукурузная каша с тыквой. Надеюсь, мальчишки оценят. Также чай свежий, хлебушек. Сейчас поставлю еще мед, вдруг кто захочет полить сверху. И положу всем масло. Последнее. Все, всем хорошего дня, нам приятного аппетита. Горох у меня хорошо напух, стал мягче. Сейчас отправляю его вариться где-то на час. Не солю, просто варю горох. Тут же начистила уже овощи, картофель, лук и морковь. Луковицу большую взяла и моркови взяла побольше. Хочу сделать зажарку на два блюда. Одна часть у меня пойдет в суп гороховый. А вторая часть у меня пойдет в котлеты на вечер. Хочу сделать гречаники. Там у нас осталась гречка со вчерашнего ужина. Хочу добавить зажарку. Фарш разморожу, сейчас достану. И сделаем с вами гречаники. Ну а сейчас занимаемся супом. Зажарка у меня готова. Поделиваю потом пополам. Часть у меня пойдет на вечер. И часть я добавлю в суп, когда он у меня будет полностью сварен. Горох у меня варится. Как сварится горох, добавлю картофель, зажарку и буду готовить уже до мягкости картофеля. Все, а затем буду пробивать все блендером. Гороховый суп я всегда готовлю как пюре, потому что мальчишки не любят, когда попадаются вот эти крупинки гороха. Поэтому я на всякий случай пробиваю все блендером. Такой суп они кушают на ура. Особенно с сухариками. Сухарики, кстати, у нас уже есть. Помните, я их сушила. Вчера немножко взяла на панировку для наггетсов. Ну а сегодня вот подам их к супчику. Как раз они у нас и съедятся. Все, наш суп пюре готов. Вот такой вот он получается. Я его перебила блендером до однородности. Сверху можно, конечно же, украсить обжаренным беконом, например, или зеленью. Но мы будем кушать просто сухариками. Всем добрый день. У нас обед. На обед у нас гороховый суп пюре. Порция старшего ребенка и моя порция. Я немного посыпала сверху черным перцем. Также сухарики. Будем обедать мы вдвоем. Муж и младший ребенок пока не хотят. А мы уже проголодались. Так что пока будем кушать вдвоем. Все, всем приятного аппетита и хорошего дня. Время 4 часа дня. Что-то нам захотелось. Чай. А к чаю у нас ничего нет. Да и сахар уже заканчивается. Весь тот сахар, который мы брали, у нас все закончилось. В общем, нужно будет либо сегодня, либо завтра делать закупку. Осталось там на чай только сахар. И все, в принципе, он закончится. Итак, по-быстрому пеку оладушки. Все элементарно просто. Вот этот кефир, который у меня оставался, сейчас все остатки вылью. Подогрею его в микроволновке до теплого. Добавлю соль, сахар. Где-то столовая ложка сахара. И щепотка соли. Все это перемешаю. Затем просеиваю муку с содой. Беру пол чайной ложки соды. И просеиваю муку. Тесто на оладьи я всегда делаю густое. Никогда жидкое не делаю. Но все выпекаю обычным способом. Ровно полчаса мне потребовалось, чтобы испечь оладушки. Здесь не так много, но нам чай попить хватит. Сейчас достану еще все остатки конфеток, шоколадок. Все это подъедим. И вечером тогда уже сходим в ленту. Посмотрим, кстати, сколько стоит сахар. Если будет по скидке, возьму, наверное, килограмма 3. На всякий случай, чтобы точно хватило. Последний раз сахар был дороже. 70 с чем-то рублей я его брать не стала. Прогуляемся еще до монетки. Посмотрим там, сколько стоят. Они у нас тут в шаговой доступности, эти магазины. Поэтому без проблем, что лента, что монетка, магнит, пятерочка. Даже окей у нас через мост находится от нас. Поэтому все такие сетевые магазины тут у нас в шаговой доступности. Ну все, нам приятного аппетита. Кстати, о семье я сделала чай с молоком, ну а себе с вареньем. Да, кстати, не поставила, но у нас есть там сметана еще, сгущенка и варенье. Варенье, с которым я пью чай. Вот, и, наверное, с вашего позволения я достану еще одну баночку джема яблочного, чтобы было с чем пить чай. Вот, тем более мы этот джем варили вместе с вами, из того сахара, который был в закупке. Думаю, вы на меня сильно не рассердитесь. Так что все, пьем чай. Кстати, обзор остатков я постараюсь сегодня отснять. Хотела вчера этим заняться, но вчера как-то у нас не сложилось. То ужином занималась, то с детьми там потом занималась. Младший ребенок у меня задания выполнял, письменные. Вот. И как-то быстро время пролетело. Потом составляла меню на следующей неделе. И потом, когда посмотрела на часы, было уже полдвенадцатого. Хорошо, что дети мне в школу не в садик. Выходной день. Так что они легли поздно вчера. Ну и я, соответственно, тоже. Поэтому уже не стала вечером шуметь, шлистеть. В общем, думаю, сегодня все это сделаю. Так, ну что, чай мы попили. Теперь сейчас будем заниматься ужином. У меня уже разморозился вот этот вот фарш. Брикетик. Также гречка готовая со вчерашнего ужина осталась. И зажарка, которую я сегодня делала для супчика. И осталась половинка специально для гречаников. В общем, сейчас я смешиваю фарш, гречку, зажарку. Добавляю по вкусу еще специи. Соль и перец. Гречка у меня соленая. Добавлю немножко. Все это перемешиваю. И у меня получается вот такой вот фарш. Также у меня остались со вчерашнего вечера панировочные сухари. В общем, делаю котлетки. Обваливаю их в сухарях. И буду обжаривать с двух сторон на растительном масле. А затем сделаю соус, подливку. Остатки сметаны. Добавлю туда чайную ложку кетчупа. Соль по вкусу. Добавлю водичку. Все это размешаю. И залью обжаренные котлетки сверху. И пусть они там потомятся еще минут 20-30 до готовности. ПОДПИШИСЬ! Вот столько гречаников у меня получилось. И плюс я не всю гречку отправляла туда. Поэтому гречка еще есть. Здесь примерно порция. Сейчас обжариваю с двух сторон до румяной корочки. И заливаю все соусом. Только что приехали из Ашана. Делали закупку там. Там сахар дешевле. Поэтому поехали туда. Купила я 2 килограмма сахара. Хлеб вот такой вот тостовый. Взяла еще одну бутылку масла. Так как того масла не уверена, что хватит до конца месяца. Поэтому на запас взяла еще. Также взяла яйца куриные еще десяток. Они не лишние будут. Перчик. Смотрите. Взяла 2 перчика на 2 рубля он вытянул. Он был по акции что-то там 29 рублей за килограмм. 2 шоколадки взяли. Так как свои мы подъели сегодня окончательно. Взяли вот такой вот сыр творожный. с креветкой. Это на завтрак, если что. Всякий случай. Обычный сыр взяла. Голландский твердый. Тоже был по акции. И взяла еще плавленый. Тоже он был там по 29 рублей. Также взяла свежую сметану и творог. Бекон взяла для завтрака. Думаю приготовить яичницу с ним. Так, ну тут сладости. Конфетки. Это обычные леденцы получается. Это мы в машину уберем. Батончики. И вот такие вот еще. Белые черенки называются. Ну и из фруктов взяли сливы. Тоже она была по акции. Вот, с фруктов все. Бананы они не хотят. Яблоки у нас лежат. Их тоже никто не ест. Ну а больше ничего такого и не было. Что у нас. Арбузы, дыни у нас свои есть. Так что фрукты пока тоже есть. Можно сильно не покупать. Показываю чек. Также у нас покупки были и не продуктов. Покупали салфетки. Коту корм. И стаканчик. Старшему сыну в школу нужен был. За вычетом этих товаров получилось 1207 рублей 60 копеек. Кому интересно, можете посмотреть подробнее. Да, разбираю я значит пакет с продуктами. И вижу вот такой вот ценник. Это конфеты. 200 грамм конфет у нас вышло на 159 рублей. Вот что значит отпускать ребенка. Выбирать конфеты, взвешивать их. Что же я в магазине-то не посмотрела. Ну, сама виновата. За эту цену можно было бы 3 вида конфет взять. Ну ладно, взяли, так взяли. Главное название у конфет одно. А взвешенные они по-другому. Либо ценники были перепутаны. Либо вот что значит ходить с детьми в магазин. Никакой экономии не получается. Всем добрый вечер. У нас ужин. Только что вернулись из Ашама и сели ужинать. У нас у всех по 2 гречаника. Если кто-то захочет добавку, там еще есть. Также сделала бутерброды с кабачковой икрой. Помните, я вам показывала, что у меня тоже на этот месяц рассчитана баночка. И сделала салатик. Обычные помидоры, огурцы, маленькая луковица. Заправила все солью и подсолнечным маслом. Все, нам приятного аппетита, вам хорошего вечера. На этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Как и хотела, записываю видео по остаткам. Сегодня у нас 16 день закончен нашего экономного питания. И показываю, что же у нас на этот момент осталось. Итак, начну с краешку. Здесь у нас яйца. Получается 6 штук. Из круп у нас есть кукурузная крупа. Дальше немного перловки. Горох на один раз. Пшена совсем чуть-чуть. Буквально тут в супчик добавить. Далее манка. У манки где-то полпачки еще. Дальше фунчозу мы не использовали. Также она на стей полпачки. Вот эти вот маленькие макарошки-звездочки. Я добавляю в супчики. Тоже мы их, по-моему, в один раз только добавляли. Овсянка у нас вообще нетронутая. Что-то я ее подзабыла. И полпачки гречки. Дальше. Макароны. Вот эта вот пачка у нас начатая здесь половина. И вот это вот целая тоже. Такие же у нас ракушки. Тоже целая пачка. Далее спагетти. Спагетти тоже я варила один раз мужу на работу. Так что там тоже цельная пачка практически. Из фруктов у нас остался еще виноград. Кишмиш, по-моему. Тот мы съели. Совсем чуть-чуть молока. Буквально, наверное, завтра гренки сделаю. Один творожок у младшего. Два разрыхлителя. И какао также лежит. Нужно будет какой-нибудь пирог сделать. Дальше. Мука. Мука практически целая у нас. Немножко я использовала на оладушки. Что мы там еще пекли? Уже не помню. В общем, муки много. Кофе муж себе взял. В основном он пьет. Ну, иногда я. Ну, я редко пью. Один раз, может быть, в неделю. Или пару раз в неделю максимум. Но это для меня такое. Не любитель я кофе, поэтому практически его не употребляю. Дальше у нас есть вот такой вот маленький кусочек сыра. Тоже завтра надо есть. Паштет. Еще один третий остался. Последний. Дальше что у нас? Молоко сгущенное. Ну, тут тоже чуть-чуть. Буквально на разок. С оладушками или с блинчиками. Дальше соус вот этот вот сырный. Тоже его немножко. Кетчупа достаточно много. Его особо не ели. Много кетчупа. И вот этот вот майонезный соус. Тоже его тут на паузу. Пару, тройку раз хватит. Дальше. Растительное масло. Растительное масло у меня в этом месяце прям расходуется тоже. Так же, как и сахар. Большую скоростью. То есть вот. Видно, что его там уже осталось немного. Так что запас масла надо иметь. Ну и оливковое. Оливковое я использовала совсем чуть-чуть. На сухарики, по-моему, обжаривала. И что еще? И картошку обжаривала. Я его много не добавляю, так как у него такой вкус достаточно яркий. Поэтому его я стараюсь добавлять либо в салаты, либо вот во что-то такое. То есть детям вкус его не особо нравится в блюдах. Вот так скажем. Дальше. Чай, который рассыпной. Здесь еще больше полупачки. В основном мы в этот раз завариваем чай. Как-то и быстрее. В общем, как-то так в этот раз у нас получается. Ну и пакетированного у нас вот. Достаточно много. Так же мед. Пол баночки. Тоже либо с блинчиками, либо с оладушками. Ну, редко кто его кушает. Вернее, ест. А то мне тут сделали замечание, что я говорю кушают. Не знаю. Для меня, что кушают, что едят, это одно значение. Просто кушают, оно как-то мягче звучит. Поэтому я его и в основном употребляю. Вот. Пудра сахарная немножко. Тоже использую на посыпку пирогов или каких-то кексиков, печенья. В общем, расход небольшой. Дальше. Дальше. Кукурузные плоды. Мальчишки ели два раза. Один раз старше, один раз младше. С молоком. В общем, вот. Что еще? Ну и заготовки мои. Огурцы мы не трогали еще. Рассольник. Один раз я приготовила, использовала пол баночки. И вот пол баночки нужно нам в ближайшие дни тоже употребить. Сварить еще один супчик, чтобы не испортилось. Также варенье подъедаю. Я осталась вот немножко совсем в основном с чаем. И икра. Икра кабачковая. Сегодня мы ее кушали на ужин. Вот. Доели мы джем, который вишневый был. Также доели мы масло, сметану. Что еще там было? Кефир тоже сегодня ушел на оладушки. Сметана тоже сегодня ушла на соус для гречаников. Хлеб тоже мы доели сегодня последний. То есть купили свежую булку. Специи. Сода. Уксус. Соевый соус. Это все есть у нас в наличии. Сахар, кстати. Сахар у нас тоже закончился. Я говорила, что осталось буквально столовая ложка. Вот. Так что сахар мы тоже докупили. 2 килограмма я вам показывала. Ну и что? Ну и попозже покажу вам еще заморозку. Там не так много, но все же есть. Ну и также повторюсь, что у нас есть свои овощи дачные. Это картофель, морковь, лук, чеснок, капуста, помидоры, огурцы. Ну и запасы из морозилки. Запасов тут не особо много. В основном у меня все забито ягодами, которые я морозила. С лета еще смородина, вишня, пюре малины, облепихи. Не будем тянуть время. Покажу, какие остатки остались из мясных продуктов. И также, оказывается, у меня еще есть дрожжи, про которые я совсем забыла. Я же их заморозила. Надо будет что-нибудь обязательно испечь. Так, у нас осталось 3 рыбки. Половину я в тот раз использовала, жарила. И 3 у нас осталось. Сосиски. 6 штук. Как-нибудь нужно тоже их использовать, пока они совсем там не залежались. Так же филе. Здесь 2 филе от грудки. Одна косточка мясная. Из одной я варила борщ. И вот еще одна осталась. Так же фарш. 2 больших. И 1 200 граммов, по-моему, пакетик. Здесь у меня сало, которое я срезала. Вот эти вот прослойки 2. Тоже нужно что-то с ним придумать. Может быть, какой-то рулет запечь или посолить. В общем, тоже нужно сделать. Так, здесь у меня мясо кусочками. Еще один пакетик. Так же у меня есть грибы. Это не один пакетик. Там есть еще парочка. Но я буду использовать одни. Это мы летом собирали с мужем. Я их отварила и вот так заморозила. Тоже что-нибудь с ними приготовим, наверное. В оставшиеся вот эти вот дни. И так же зелень. Ну, зелень я выложила один пакетик. Но на самом деле ее там много. Заготавливала тоже на зиму. Там у меня есть и укроп, и петрушка отдельно. И вместе. Так же, кто смотрит мои видео, знает, что я замораживала зелень еще в ячейках для льда. Вот. Тоже у меня там есть пакетик. Ну, я их использую редко. В основном использую пока либо вот эту вот замороженную, либо у меня в теплице еще есть свежая петрушка. Нужно, кстати, ее убирать. Ну, вот, пожалуй, и все из наших остатков. То есть, в любом случае, нужно будет еще докупать либо курицу, либо мясо. Кстати, последний раз мы покупали мясо в нашем мясном магазине. Оно было по акции. Всего 200 рублей за килограмм. Цена, в принципе, хорошая, выгодная. Я думаю, что на днях нужно будет еще туда зайти и купить еще мясо. Вот. Из готовых остатков у меня остался суп-пюре короховый. Как раз нам завтра на обед. Гречка, которая у меня осталась. Не вся у меня ушла на гречанике. Я думаю, было многовато добавлять всю, поэтому осталось. Завтра тоже доедим. Ну и, собственно, два гречаника плюс соус. Вот. Продолжение следует...